Это новости Вологды. В эфире на седьмом канале мы подводим итоги 2012 года. В режиме перемотки прошел этот год для сотрудников седьмого канала. Удивительно богатыми на события стал и для нашей команды 2012. Прямые трансляции спортивных баталий, новый выпуск новостей, новые работники и новые победы в самой редакции и за ее пределами. О том, что изменилось на Первом городском за 12 месяцев. Взгляд изнутри. В Семье телевизионщиков пополнение документы о рождении новой штатной единицы получают новоиспеченные журналисты и видеооператор. Сотрудник седьмого канала. Написано в каждом удостоверении. И прежде чем заслужить это звание, новичкам пришлось немало потрудиться. Так, на долю начинающего журналиста Екатерины Щукиной в этом году выпало сразу несколько тяжелых тем. Заморозки в 37-й школе. Бесчеловечная история, когда родственники морили голодом родную мать. Выселение на улицу многодетной семьи. И одна из самых печальных новостей последних недель – гибель шестилетнего мальчика. Но о чем снимать сюжет, корреспондентам выбирать не приходится. Есть задание – берем камеру, микрофон и работаем. Если уже попалась такая тема, мне хочется докопаться до истины и доказать правду прежде всего себе. Но я понимаю, что я должна быть не на чьей-то стороне, я должна быть прежде всего объективной. Глаза боятся, руки делают. И нужно не только картинку набрать, написать текст и смонтировать. Самое главное – вовремя сдать материал к эфиру. В этом году динамики на Первом городском прибавилось. На нашем канале появился еще один выпуск новостей. Теперь новости Вологды можно смотреть и во время обеда. Сейчас у меня выпуск в 13.30, и мне нужно успеть. Люди позвонили, бегу в Сокол, еду, точнее, там митинг состоится, нужно помочь людям. Мы буквально как скорая помощь. Но съемочный процесс – это не только событие. Нужную картинку зачастую приходится конструировать прямо не выходя из редакции. Вот, скажем, неделю назад в одной из городских квартир случилось ЧП. Собутыльник заколол товарища ножом. Подожди, руку убери. Так, теперь уберем и протыкаем. Каждый кадр режиссирует отдельно. Операторы готовы записать десятки дублей ради одной минуты в эфире. Отбирай бутылку. Актеров для таких постановок искать приходится среди своих. Работники закадрового цеха ради общего дела готовы пойти даже на преступление. Разумеется, вымышленное. Пришлось пару раз ломать квартиры, несколько разбойных нападений. Ну и все так по мелочи. Телевидение – это в первую очередь коллективный труд. И в этом здесь убедился каждый. Так, над созданием программы «Спорттайм» каждую неделю трудится целая бригада журналистов, операторов и монтажеров. И, как выяснилось, не напрасно. Этот проект попал в тройку лучших на престижном российском конкурсе «Тефи-регион». Я всегда с удовольствием рассказываю о том, как я съездил в Казань, ну где еще в одном месте можно встретить столько мэтров российского, да и не только российского телевидения. Со многими удалось пообщаться, перенять бесценный опыт и узнать новые проекты и идеи, которые обязательно в следующем году попытаемся мы воплотить. Одним из таких проектов стал спецрепортаж «Седьмой на вершине». Мы перешли на новый формат общения со зрителями и каждый месяц готовим отдельный материал о самых ярких событиях. Этот флаг развивался на вершине Европы, а теперь украшает аллею славы «Седьмого канала». Еще в сентябре группа туристов во главе с нашим земляком Игорем Бессоном отправилась штурмовать Эльбрус. 5600 над уровнем моря – это личный рекорд для каждого из спортсменов и для нашего канала в целом. Так высоко символика нашей кампании еще не поднималась. Впрочем, спортивных свершений на Первом городском в этом году было несколько. Хоккей, волейбол и баскетбол – прямые трансляции спортивных баталий сразу из двух городов появились в сетке вещания. А в январе зрители «Седьмого канала» ждет еще одна новинка. Впервые на бесплатном эфирном телеканале выйдет сериал «Частная практика». И это еще не все сюрпризы. На что способен коллектив «Седьмого канала», чтобы заслужить симпатии вологодских зрителей, узнаете совсем скоро, в новом году. Людмила Алексеева, Алексей Романов, новости Вологды, итоги года. Вот, к сожалению, при таком режиме работы не всегда удается побывать на премьерах, выставках или фестивалях. Тем более, что их в нашем городе с каждым годом все больше. Но Алена Шипилова оказалась в более выгодном положении, потому что она, как журналист, следила за событиями культурной жизни. И сейчас расскажет о самом важном. Здравствуй, Алена. Алена Шипилова, многие считают планы областной столицы претендовать, называться культурной столицей Русского Севера, слишком амбициозными. Но я знаю, что ты не относишься к числу таких скептиков. Да, действительно, это так. На мой взгляд, амбиции вполне обоснованы. И большинство вологжан, я думаю, со мной согласятся. Хотя, как и в любой сфере, в культурной жизни есть свои плюсы и минусы. Начнем, пожалуй, с события, которое произошло в начале октября и вызвало настоящую бурю возмущения среди вологжан. Вологда лишилась одного из памятников архитектуры, федерального значения. В центре города, на улице Мира, снесли торговые ряды XIX века. Во время так называемой реконструкции рухнул фасад здания, который был главной исторической ценностью. Таких зданий по всей стране единицы. И речь идет не только о том, что ценен конструктив, он является предметом охраны, а является ценным и материал, из которого изготовлен здание, технология, по которой построено здание. На сегодняшний день, вот то, что мы видим, просто от зданий ничего не осталось. Историческое достояние находится в руках частных собственников, которые еще в сентябре начали в здании ремонтные работы. Почему они завершились именно так, долго выясняла прокуратура. Возбуждение уголовного дела было отказано. Но суд обязал предпринимателей восстановить утраченный памятник. Продолжением истории стало решение главы региона ввести особые меры по охране объектов культурного наследия. В частности, запретить в исторической части города точечную застройку. Красная дорожка и звезды мировой величины. В Вологду посетили десятки знаменитых актеров театра и кино. Традиционно этим летом в областной столице прошли два международных фестиваля. Известные актеры Олег Басилашвиль и Алиса Френдлих приехали в Вологду, чтобы сыграть в спектакле «Дядюшкин сон». Это одна из постановок на театральном фестивале «Голоса истории». В этом году он впервые проходил как смотр спектаклей, а не как конкурс. А вот на фестивале молодого европейского кино «Войсис» в соперниках оказались сразу девять лент абсолютно разных жанров. Обладателем гран-при фестиваля стала картина «Авалон» – шведского режиссера Эксла Петерсена. За своей наградой в Вологду он приехал лично. А в декабре Вологодчина понесла тяжелую утрату. Из жизни ушел наш земляк – великий русский писатель Василий Белов. Именно он считался родоначальником деревенской прозы, наряду с Шукшиным, Остафьевым и Распутиным. Привычное дело, плотницкие рассказы – все впереди год великого перелома. Из-под его пера вышло более 130 книг, причем полсотни из них за границей. В последний путь Василия Белова провожал весь город. Писателя похоронили в родной деревне Тимонихе. А в Вологде обсуждают, как увековечить память великого классика. Один из вариантов – назвать его именем улицу. Святыни вернулись домой. Иконы, похищенные несколько десятилетий назад, торжественно передали Вологжанам. Одна из них – икона Троица Ветхозаветная стоимостью в миллион евро. Ее украли 18 лет назад из Устюженского краеведческого музея. Икона, которая представлена была в собрании музея, относится к одной из самых прекрасных произведений живописи. Еще 10 похищенных икон были возвращены в музей Великого Устюга. Раритеты обнаружили в одном из частных музеев Москвы, откуда их привезли тщательно упакованные и в сопровождении вооруженной охраны. Экспертиза уже подтвердила их подлинность. Сразу две круглые даты в этом году отметила Вологодщина. 1050 лет исполнилось Белозерску и 865 – областной столице. В честь юбилея в Вологде установили статую основателя города – преподобного Герасима. А рядом открыли еще одну достопримечательность – памятник Вологодскому говору. Кованую букву «О» смастерили вологодские студенты. С размахом отпраздновал свой день рождения и старинный город Белозерск. К юбилею готовились целый год. Реконструировали сразу несколько исторических памятников. А главное – полностью заасфальтировали дороги. В новом 2013 году планируется отпраздновать еще один крупный юбилей – столетие нашего земляка, прозаика и поэта Александра Яшина. Конечно, это далеко не все, но я уверена, что в следующем году событий будет ничуть не меньше. А в новом году я желаю всем, чтобы у нас в городе было еще больше масштабных ярких фестивалей и фееричных премьер. И я нисколько не сомневаюсь, что Вологда подтвердит очередной раз свой статус культурной столицы Русского Севера. Спасибо, Алена. Это была Алена Шипилова, которая вспомнила самые заметные события в области культуры. Итак, новый 2013 год по китайскому гороскопу – год змеи. Многие, скажем прямо, не питают особых симпатий к ужам и питонам. Но ведь они символизируют мудрость, волю и искрометность. Екатерина Щукина изменила свое отношение к рептилиям, побывав в гостях у волокжан, которые держат змей прямо в домашних условиях. У меня в руках питон – это настоящая живая змея. Как оказалось, держать их не так страшно, они довольно спокойные. Змея – это символ Нового года 2013. Есть поверье, что, подержав в руках змею, год будет насыщенным на события, богатым и разнообразным. Тех, кто держит дома змеи, а тем более их разводит в Вологде, очень мало. Нам удалось найти всего две таких семьи. И рептилии для них не просто домашние животные, почти смысл жизни. Со змеями связана любимая работа. Например, Арина – циркачка. И на манеже она всегда в дуэте с питоном. Это наш Тиша. Его и назвали такой, что он очень спокойный. Единственное, что он не любил купаться поначалу. Тишу по праву считают членом семьи, вторым ребенком. Когда его принесли, он едва умещался в ладони. А сейчас, спустя девять лет, стал настоящим гигантом в длину больше трех метров. Теперь с ним очень сложно выполнять акробатические трюки, признается Арина. Поэтому Тиша больше отдыхает. А ему на смену купили нового питомца – тигрового питона. Он растет ведь до 60 килограмм. Там уже как держать. И зачем мы взяли, вот сейчас двухметровый будет вырастить. Вот этот, наверное, на совсем можно оставить. Змеи, как и любые питомцы, привыкают к человеку. Они любят, когда их гладят, купают и легко узнают своего хозяина по шагам, рассказывают зоологи. Но при этом уверенные, лишь по-настоящему отчаянные люди заводят змей дома. Ведь эти существа непредсказуемы, дрессировке не поддаются вообще. А значит, случится может всякое. Люди на змей довольно давно уже обращали внимание. И в некоторых странах, ну, например, в Юго-Восточной Азии, в Индии в частности, там некоторых змей, не то чтобы принято держать дома, но они живут фактически в домах, такие как удавы, ловят крыс и избавляют жителей от таких неприятных соседей. Кстати, именно мышами змеи и питаются. По сути, для них это деликатес. Раз в месяц, ровно в назначенный час по одной живой мышке. И режим питания ни в коем случае нельзя сбивать, рассказывает Кристина. Иначе рептилия начнет очень быстро расти и почти перестанет двигаться. Просто он от этого будет больше расти. А мне, как танцовщица, очень тяжело будет с ним работать. Он будет тяжелый, массивный уже. Кристина признается, к змеям у нее любовь с первого взгляда. По ее словам, это особенное животное. Чуткое, нежное и ранимое. Первую рептилию она принесла домой около пяти лет назад. И поначалу она была просто любимым питомцем. А уж потом родилась идея танцевать с ней. Однажды я увидела, что девушка доставала примерно такого же, только чуть побольше питона. И мне так захотелось. Он такой красивый, такой грациозный, такое животное, такое медленное. Я просто в них влюбилась. Впрочем, публике змеи тоже нравятся. И каждое выступление сопровождается бурными аплодисментами. Правда, как рассказывают Ксения и Арина, многие все же боятся этих внушающих трепет животных и предпочитают наблюдать за живым символом Нового года с большого расстояния. Прекрасно! Это просто, это прекрасно! Прекрасно! Екатерина Щукина, Василий Попорин, Николай Замараев. Новости Вологды. Итоги года. Да. Новый год – это всегда надежда на лучшее, ожидание чего-то хорошего и доброго. Но ведь часто исполнение наших желаний зависит не от кого-то, а напрямую от нас самих. Надо только пообещать самому себе и не забыть свое обещание. Я тебе обещаю вести здоровый образ жизни, заняться спортом в силу моего возраста и моих возможностей и похудеть. Успешно закончить учебу и просто отдохнуть от этой учебы. Достроить баню обязательно. Я тебе обещаю быть хорошей, верной, преданной женой. Хотелось бы отдохнуть, может быть, за границей. Мы с классом 23 июня, мы обещали встретиться на Ильевой башне. Вот обещаю, что туда попаду. Я желаю, чтобы все обещания, данные вами или данные вам, обязательно исполнились. Ведь Новый год – это праздник, который был и остается символом добра и надежд. Я и весь коллектив седьмого канала поздравляем всех наших телезрителей с Новым годом и Рождеством. Пусть будут наполнены уютом ваши дома. Пусть сбудутся все ваши самые заветные мечты. Пусть Новый год будет наполнен только радостными событиями. С Новым годом! Увидимся на седьмом канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова